Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! И сегодня мы поговорим о уплотнениях, которые образуются на ногах, в районе голени, отеках, разнообразных застойных явлениях лимфы, в нижних конечностях и что с этим всем делать. Особенно это касается тех, у кого сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Уплотнения сразу особого внимания к себе не вызывают. Появляются на лодыжке, над косточкой, такой небольшой бугорок размером с 10-15 см, ширину от 5 и больше сантиметров. На ощупь в этом месте ткань ноги становится более твердой, а при надавливании слегка болит. При этом на первых этапах структура и цвет кожи не меняются. И вот это первый звоночек, начало серьезных проблем и начинаются проблемы с застоя лимфы. Все отеки и уплотнения нижних конечностей лимфатические. Между мышц ног находится лимфатический сосуд, который должен транспортировать грязную отработанную жидкость на выброс. Но если он передавлен или поврежден и не работает, то жидкости некуда деваться и получается застой и отек. Вода это основа движения лимфы. Если в организме нет воды, то движение лимфы очень сильно замедляется. Текучесть лимфы и ее подвижность зависит от количества воды и от движения мышц. Если лимфа густая и еще и отсутствует движение, то она практически останавливается. Если человек вынужден в течение дня много сидеть, то сидя он сдавливает лимфатические сосуды и лимфатические узлы в малом тазу и происходит застой, что приводит к таким заболеваниям, как простатит, аденома, фиброма. Также это нарушает циркуляцию как крови, так и лимфы в нижних конечностях. Чтобы лимфа имела текучесть и свободно циркулировала по организму, нужна вода. Но сегодня мы с вами говорим о уплотнениях, которые появляются на голени и отеках. Вот как раз таки это и есть застойная лимфа. Лимфа это тканевая жидкость. А тканевая жидкость образуется из жидкой части крови, плазмы, проникающей через стенки кровеносных сосудов в межклеточное пространство. Между тканевой жидкостью и кровью происходит обмен веществ. Часть тканевой жидкости поступает в лимфатические сосуды. Образуется лимфа, которая движется по лимфатическим сосудам. Между мышц ног находится лимфатический сосуд, который должен транспортировать грязную отработанную жидкость на выброс. Но если он сдавлен, поврежден и не работает, то жидкости некуда деваться и получается или отек, или застой в виде уплотнений. Двигается лимфа благодаря нашим движениям, так как в процессе движения участвуют мышцы. И на фоне того, что лимфа нарушает свое движение и не уходит, межтканевая жидкость, образующая отек, постепенно начинает разрушать ткани, так как создается добавочное давление, которое сжимает сосуд. Наряду с нарушением лимфатока нарушается кровообращение в нижних конечностях, а соответственно кислород с кровью сюда уже не поступит. Если кислород не поступает к клеткам тканей ноги, то начинается гибель клеток и омертвение тканей, и начинается некроз. При этом сюда, к этому месту с кровью лейкоциты не поступят. Кожные покровы при этом начинают крестнеть, а потом и синеть. Сначала появляется отек, а потом ткань становится плотная, потом становится твердая, а потом на поверхности этой ткани развивается трофическая язва. Одним из противоотечных и противозастойных мероприятий является очистка кишечника. Кишечник лежит практически на лимфатических паховых узлах. Если есть запоры и кишечник переполнен, то он передавливает паховые лимфатические узлы. Тогда нарушается работа всего лимфатического коллектора нижних конечностей. Если к тому же еще человек мало двигается и много сидит, это еще больше усугубляет ситуацию. Если у человека наблюдается отечность, это в первую очередь нужно обратить внимание на кишечник. Таким образом, освободив кишечник, вы освободите лимфатические узлы. Грязный кишечник наносит колоссальный вред лимфатической системе и организму в целом, так как не происходит полноценного сброса из лимфы и из организма шлаков и токсинов и остатков погибших вирусов, грибков, бактерий и некоторых паразитов. Дальше, чтобы избавить себя от уплотнений и отеков в нижних конечностях, которые в конечном итоге могут привести к нарушению трофики тканей и образованию трофических язв, нужно заняться тренировкой своей лимфатической системы и в частности лимфатических сосудов. Сделать это можно, конечно же, при помощи упражнений. Одно из них мы рассматривали. Это упражнение используется даже тогда, когда вы сидите. Таким образом вы прокачиваете лимфу и нормализуете кровооток, а всего-то нужно сжимать и разжимать ягодицы. Подробно о этом упражнении есть ролик, ссылка на ролик будет в описании. А дальше есть очень простые упражнения. Это как обычная гимнастика, так и перевернутая гимнастика. Лежа на спине нужно поднять ноги вверх и просто носочки потянуть на себя, потом отпустить, потянуть и опять отпустить, как насос, покрутить носочками ног в разные стороны. Дальше, также лежа на спине и подняв ноги вверх, нужно потрясти ногами, так как если вы стряхиваете воду с рук. Это незамысловатое упражнение поможет освободить нижние конечности от застойной лимфы. Конечно, избавление от проблемы не наступит за один день, но уже через 3-4 дня вы увидите уменьшение припухлостей, уплотнений и отеков. Упражнение лежа нужно делать 3-4 раза в день. Хотя бы по 10-15 минут. Если вам тяжело поднять ноги под 90 градусов, то можно поднять на 45 градусов. Если же и это сделать тяжело, то можно делать упражнение лежа, положив ноги, скажем, на быльце дивана, подложив мягкую ткань или маленькую подушечку. Или лежа на спине, ноги можно поднять и обпереть о стену. И не забываем о ходьбе на носочках. Такое упражнение также включает икроножные мышцы, что способствует движению лимфы. Подробно об этом упражнении смотрите в ролике. Ссылка на ролик будет в описании. И, конечно же, не забываем о приседаниях. Приседать можно под углом 90 градусов по 30 раз. 1, 2, а лучше 3 раза в день. Это также будет способствовать улучшению кровообращения, так как мышцы будут задействованы в этом процессе. И это упражнение помогает разгрузить сердце. И также при помощи икроножных мышц будет продвигаться и лимфа. Также есть прекрасный комплекс упражнений, который помогает избежать образования уплотнений в нижних конечностях, трофических язв, варикоза. Убирает как венозные, так и лимфатические застои. В этом комплексе много прекрасных упражнений, которые не только способны нормализовать циркуляцию крови и лимфы в нижних конечностях, а и также помогут нормализовать кровообращение в тазобедренных суставах. А это очень важно. Ссылка на этот комплекс будет в описании. Итак, сегодня вы узнали о причинах застойных явлений в нижних конечностях. Напоминаем, информация на канале дана для ознакомления. Перед ее применением посоветуйтесь с врачом. Ну а на сегодня это все. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на канале. Добавляйте это видео в плейлисты и делитесь в соцсетях. А на сегодня это все. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok